Сейчас много внимания уделяется, чтобы вы знали, Артур Олегович, вопросом, Россия там закрыла, Россия что-то не хочет, белорусские продукты, товары. Вы должны четко представлять, что здесь нет никакой составляющей, здесь обычная конкуренция. И что меня удивляет, я часто руководителям России говорю, вот мы демпингуем, то есть мы поставляем дешевую продукцию. Наверное, вы скажите, дайте компанию крупную какую-то, создайте. Мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если вы считаете, что россияне очень богаты. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело здесь абсолютно не в качестве, потому что мы сохранили ГОСТы с советских времен и ужесточили их. Ни одно предприятие не может нарушить ГОСТ. К этому нас в свое время подтолкнула Чернобыльская катастрофа. Мы не могли себе позволить кормить белорусов плохими продуктами. У нас их тогда и не хватало. И вот мы начали развивать, терпели, потому что у вас были технические регламенты какие-то, у нас ГОСТы, у нас натуральное, у вас с добавками, у вас дешевле в силу, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках. Я это все помню, потому что население было небогатое. И нам трудно было конкурировать, поскольку натуральное дороже стоило. Но я тогда жестко поставил задачу, будем терпеть. Посмотрите, говорю, через 2-3 года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и люди будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло. Мы это выдержали, вытерпели, и в России наша продукция пользуется спросом. Но важность состоит в том, коль идет такая атака против нашей продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. Ну, в принципе, это, наверное, аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное братское государство, на один рынок, не имея других рынков. Но если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки. Нам ваш рынок выгоден, потому что он рядом. Это рынок, можно даже сказать, премиальный. Это очень выгодный рынок. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы баланс у вас установленный не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость. Понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать. Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка хватит. Навсегда хватит. Потому что России есть, что производить и что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию. Если мы что-то можем сделать, нам выгоднее. Мы должны производить. Россия выгоднее. К примеру, китайцы отказались от СОИ Соединенных Штатов Америки. Россия весь свой экспорт может обеспечить за счет Китая. И по приличным ценам. Как раз с президентом обсуждали эту тему. Но давайте тогда мы займемся каким-нибудь другим продуктом для себя и для России. То есть разумно надо подойти и сбалансировать эти все потоки. Мы это балансировали, договоры заключали, но не всегда соблюдали. Я думаю, это вопрос переговоров и мы уладим эти отношения.